Я вас приветствую! Да уж, удивила нас сегодня погодка. Снега, ну, никто не ожидал. Но, как известно, у природы нет плохой погоды. Поэтому продолжаем ожидать солнышко и теплую весну и просматриваем очередной выпуск самой полезной программы Дом Советов. Вначале выберем технику для огорода. Далее приготовим вкусный постный пирог. И в завершении поговорим о детских автомобильных креслах. Весна, начало работ на огороде. Подготовка земли, перекапывание, заделка удобрений – все это тяжелый труд. И облегчить его может только техника для огорода, которая, кстати, продается и в нашем городе. Какую именно приобрести, выясним в следующем сюжете. На сегодняшний день в этом сегменте оборудования существуют мотокультиваторы, существуют мотоблоки, существуют мини-трактора, которые позволяют упростить работу на земле. Культиваторы – это, наверное, самая распространенная садовая техника. Огромный ассортимент культиваторов позволяет выбрать модель как по цене, так и по возможности. С помощью культиватора можно легко обработать почву и подготовить ее к посадке. Какие они есть вообще по размерам, по функциям, по ценовой политике? Наверное, те люди, которые работают в огороде у себя дома, то, наверное, они будут выбирать что-то такое менее дорогое, что-то подушевле. Для обработки небольшого участка, то есть что касается грядок, допустим, участков до одной сотки, применяются небольшие культиваторы малого и среднего размера мощностью до двух киловатт. То есть такие культиваторы обеспечивают обработку почвы, культивирование, прополку. По ценовой политике они отличаются. Скажите, пожалуйста, от чего это зависит? Какие-то функции отсутствуют в культиваторе или же это просто бренды? То есть на что нужно пришить внимание? Ну, конечно. При выборе культиватора много разных факторов, то есть начиная от того, от достатка человека, который что на данный момент может себе позволить. То есть в настоящее время широким, большим спросом пользуются, естественно, культиваторы техника производства, китайского производства. Они будут дешевле на порядок, чем культиваторы мотоблоки европейского, японского производства. Качество тоже отличается? Естественно, конечно. Потому что гарантия на работку на моточасы, естественно, в десятки раз меньше будет у мотоблока китайского производства. То есть вы считаете, что огороднику культиватор необходим? Конечно. До этого упростит работу и убыстрит сборку выражая. Следующая техника, которая пригодится на огороде. Что бы вы посоветовали? Это мотоблок. К мотоблокам можно приобрести различное навесное оборудование, что позволяет провести окучивание, перекопку, выкапывание и прочую работу, даже по уборке снега и мусора или нарезке грядок. Он укомплектован. Изначально идет культивационными фрезами, которые выполняют функцию той же лопаты. То есть скопать, развзрыхлить почву, которая после зимы со сходом снега нуждается в обработке. Он готов к использованию без всяких дополнительных вложений. Если речь идет о вспашке целины, естественно, необходимо человеку покупать дополнительные грунтозацепы, дополнительную сцепку плуг, для того, чтобы вспахать целины. Если речь идет о посадке, допустим, картофеля, отсюда уже исходят картофелепосадочные навесное оборудование, окучники всевозможные. Скажите, ну а для чего же нужен в огороде вот такой вот мини-трактор? Какие он функции на себя берет? Мини-трактор уже необходим при обработке земельного участка больше одного гектара. Трактор тоже полноценная техника для сельского хозяйства, которым можно выполнять любые задачи, начиная от обработки земли, заканчивая перевозкой грузом, грузом, поливом. Есть какие-то модели, которые, ну вот такие оптимальные, знаете, в которых есть вот практически все функции, которые необходимы? Ну, на данный момент, в соответствии с ценовой политикой, торговая марка «Кентавр» представляет ДВ-120, ДВ-120В, две модели, которые по цене не оттяготят семейный бюджет, вот, и будут обеспечивать надежную работу в пределах необходимых задач. Трактор оборудован коробкой передач, имеет задний привод, повышенную и пониженную передачу для обработки почвы, вал отбора мощности, три передачи и одна задняя. Есть дизельные, да? А есть на бензине. Вот какие лучше, вот как вы посоветуете? Есть разница? В этом, в этом, как бы, вопросе нет однозначного решения, то есть человек, который необходим, он, этот культиватор или мотоблок, незначительное время, конечно, проще в обслуживании бензиновым. В городе Красноармейске техника для огорода и не только в широком ассортименте представлена в магазине «Интертехника». Качество гарантировано, цены приемлемые. Великий пост – время духовного и физического очищения светлых мыслей и чувств. И чтобы мы действительно были светлыми, нужно разнообразить свое постное меню. Многие хозяйки считают, что без яиц, молока, масла просто невозможно что-то приготовить и ошибаются. Постное меню может быть и разнообразным, и вкусным. Наш организм привык получать белок из мясных и молочных продуктов, но так как сейчас у нас пост, нужно находить белок в каких-то других продуктах, которые разрешены употреблять в пост. Настенька, что мы будем готовить и с чего будут состоять наши блюда? Сегодня мы будем готовить пирог овощной, так как у нас пост. Так как у нас это пирог, то нам необходимо приготовить тесто. Что понадобится нам для этого? Нам понадобится вода, пол-литра, мука просеянная обязательно, дрожжи, сахар, соль и, естественно, масло подсолнечное. Сначала мы вливаем воду. Вода обычная, теплая, комнатная температура какая? Теплая, да? Насыпаем чуть-чуть дрожжей. Так? Ну, еще чуть-чуть. Вообще тесто любит, чтобы работали с ним руками, да? Немножко. Насыпаем соль. Что еще? Ты насыпай, я буду размешивать. Сахар. Так, щепотки хватит, да? Да. И подсолнечное масло. Сколько подсолнечного масла? Ну, чуть-чуть. Хватит. Теперь добавляем муку. Какая должна быть консистенция? Сколько муки? Ну, муки грамм 300. То есть не как жидкая сметана, а как густая, да, такая? Да, густая тесто. Вливаем чуть-чуть масла. То есть масло мы, наверное, добавляем для того, чтобы заменить яйцо, такой связывающий, да, компонент для теста? Тесто должно быть пышное, мягкое, воздушное. Для этого мы ставим в теплое место и накрываем марлей. Настя, я смотрю, начинку к пирогу ты уже приготовила. Да. За эти полчаса, когда у нас подходит тесто, мы обжариваем грибы с луком на подсолнечном масле, протушиваем капусту и варим картофельное пюре без добавления масла и яйца. Наше тесто подошло, мы можем его использовать. Смазываем сковородочку маслом, здесь будет запекаться наш пирог. Берем тесто, половину теста и распределим тесто по форме. Дальше выкладываем начинку, берем картофель, да? Только не на самые края, а посерединке. Теперь добавляем грибы. С грибами лучше не переусердствовать, так как они дольше перевариваются и это дополнительный стресс для желудка. А вот капусту можно и нужно кушать в любых количествах и в любом виде, особенно в пост. Что дальше мы делаем? Теперь мы защипляем тесто. Придаем форму пирогу. Наверняка оставшееся тесто нам пригодится. Что мы будем с ним делать? Мы будем украшать им пирог. Берем немножко теста. Юля, она и тебе. Скручиваем его колбаской. И надрезаем с двух сторон. Теперь делаем косичку, да? Да. Обычно пироги смазывают яйцом, так как сегодня пост, на данный момент мы взяли кетчуп и подсолнечное масло и смазываем наш пирог. Кетчуп для красоты. Уже можно отправлять наш пирог в духовку. На 40 минут при температуре 180 градусов. Вот такой вот красивый постный пирог у нас получился. А главное помните, что время Великого Поста дано нам для того, чтобы мы задумались над своими мыслями и поступками. А воздержавшись от запретной пищи, очистили свою душу. Сегодня уже нет смысла объяснять родителям, что для безопасности ребенка в машину следует приобретать детское автокресло. Определиться с выбором по брендам, цене и качеству нам поможет продавец-консультант магазина «Детки рулят». Выбирая детское кресло, вы должны ориентироваться прежде всего на вес, затем на возраст вашего ребенка. В настоящее время существует следующая классификация автомобильных сидений. От 0 до 9 килограмм, от 0 до 13, дальше идет от 9 до 25 и от 15 до 36 килограмм. Изначально идет эта люлечка для новорожденных деток, потом идут категории, которые будут уже регулироваться спиночка, то есть ребенку будет комфортно путешествовать, если на дальние расстояния. Те, которые идут до 36 килограмм, там регулируется только изголовье, то есть ребенок будет находиться постоянно в сидячем положении. Бывают модельки разные, и ткань бывает разная. Сейчас есть новые модели, которые идут под кожу, но учитывая то, что в летний период, естественно, ребенку будет не очень приятно, наверное, сидеть на таком материале. Ценовая политика идет только из-за фирмы, будет зависеть больше. На данный момент у нас есть Польша и есть Италия. Итальянские идут более дорогие, а Польша идет средняя цена. Ну а действительно итальянские лучше, допустим, чем Польша? Или это просто как бы из-за бренда? Ну больше, конечно, бренд. Если рассмотреть именно подетально, можно найти некоторые моменты, которые вам больше понравятся. Например, те модели, которые идут до 18 килограмм, когда ребеночек совсем маленький, там есть и игрушечки на них, моменты такие интересные. Я также сама на люлечках тоже их как-то украшают, поэтому будет поинтереснее. Имейте в виду, чем большую весовую категорию охватывает детское автокресло, тем с большими его недостатками придется мириться. Поэтому по удобству и безопасности специализированные модели превосходят универсальные. Если вы собрались приобретать автокресло для своего чада, мы советуем вам обратиться в магазин «Детки рулят». Там из огромного разнообразия вы сможете выбрать устройство на свой вкус и кошелек. А опытные продавцы-консультанты помогут сделать правильный выбор. На этом я с вами прощаюсь. Хорошего настроения, улыбок, добра. Встретимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова